привет мои дорогие зрители друзья и гости моего канала сегодня хочу показать свой первый отчет по русалке синей бороды или второе название ее мирабелла это русалка компании мирабилия дизайнер нора корпит значит у меня будет всего два отчета потому что я практически на экваторе своей работы также я хочу поблагодарить вас как всегда за предыдущие комментарии лайки и я последнем своем видео забыла вам сказать об опросах моего итогового видео за 2017 год с огромным огромным отрывом победил сэмплеры ну не победил вы выбрали сэмплер вдохновения как самая яркая интересная любимая работа вами мне же очень очень тяжело определиться какой же все таки дизайн мне нравится больше всего потому что я каждую свою работу вкладываю очень много очень много своего душевного тепла любви и у меня каждая работа моя любимая наверное потому что я провожу с ней какое-то свое время очень очень тяжело было мне ответить вам на этот вопрос и самой себе ну конечно же сэмпл вдохновения оставит огромный отпечаток моей душе потому что это для меня было открытие и так далее я уже об этом много раз говорила еще раз спасибо что вы прокомментировали а также написали мне очень много теплых слов и отзывов это всегда приятно ну на втором месте скорее всего что был дизайн от компании миробилия от компании dimensions это нашедший рай или беседка с розами очень тоже красивый дизайн очень сложно третье четвертое место потому что там уже идут равные количество голосов но давайте все таки же вернемся к нашей миробилии я вас уже долго томлю не хочу это делать я вообще-то не люблю я вам покажу свой результат который у меня получился наверняка многие уже увидели на инстаграм я выкладывала этот эту фотографию пост я вам сейчас конечно же все поближе покажу пока вы любуйтесь на расстоянии а также отвечу на некоторые вопросы когда я опубликовала начало или старт этой работы у меня очень мало было комментариев под именно фотографии зато очень много много смс директ девочки написали я вас ни в коем случае не ругаюсь за это это нормально и естественно миробилия достаточно новый дизайн на нашем русскоговорящим youtube естественно у вас возникают вопросы многие стесняются их задавать и я решила снять небольшое количество видео где я буду делать ответы показывать наглядно что и как поэтому когда девочки будут мне будущем задавать вопросы я буду делать ссылки на эти видео тем самым облегчу себе жизнь так сказать и вы получите развернутый открытый ответ надеюсь что у меня это получится так вот первый самый популярный вопрос где купить схему где купить материалы и так далее во первых я нахожусь в америке для тех кто не знает вы живете в разных концах мира и в основном конечно же это россия украина что там все советские наши страны да девочки в европе живут я не знаю какие у вас налоги и какие у вас доставки и так далее я могу вам порекомендовать магазины некротые которые принципе будут для вас основой а там вы уже будете смотреть и советоваться искать в интернет где что дешевле качественнее быстрее мой первый совет обратитесь в магазин стичинка это магазин американский но у них доставка по всему миру помимо того что доставка по всему миру также там говорят по-русски то есть нужно будет проконсультироваться я знаю что там помогают в некоторых вопросах вот второй магазин 123 stitch.com я вам ссылочки все оставлю в описании этот магазин чем хорош у них довольно таки налаженная система магазин зарекомендовал себя хорошо и работает давно единственное что вас там никто не проконсультирует если вы хорошо владеете английским языком и так же доставка у них если вы же вы допустим живете в россии будет намного выше чем стичинка вот по моему стичинка там бесплатная доставка от какой-то суммы в разные страны но тем не менее магазин тоже 123 очень хорошие поэтому вы взвешиваете для себя все за и против опять таки будет иметь огромное значение где вы живете и третий магазин который бы я вам рекомендовал они магазин а сайт это ebay иногда я там покупаю раритетные схемы иногда этом покупаю полностью комплект именно для миробилий для сэмплеров также другие свои дизайны дименшинс и так далее это что касается магазинов кстати я вам хочу показать ножнички не знаю когда я сделаю видео покупках даже меня не спрашивайте потому что это для меня очень такой тяжелый вопрос вот вот такие вот ножнички купила от примакс у меня все мои ножнички практически затупились и мне нужны были какие-то ножницы для работы я вот спросила недорогие ножницы но чтобы они мне именно хорошо все обрезали видите той острый конец довольно таки удобные кольца у меня сейчас пару ножниц которые у меня в работе и мне очень нужны были ножнички потому что тут заточить лезвие стоит дороже чем купить новые мне ножницы того же клеммс от или или того же примакс да и вот такие вот ножницы у меня давно были но они к сожалению сейчас тупые они мне не режут это мои самые любимые ножницы на из недорогих примск от вот обожаю их очень обожаю я ими и раз дело в том что я и ножничками распариваю поэтому мне все очень быстро тупятся а я ошибаюсь довольно таки часто вот поэтому поэтому так и следующее о чем я хотела с вами поговорить почему миробилия мне многие задают вопрос некоторым это не нравится и так далее ну миробилия для меня это прежде всего индивидуальность два индивидуальность в чем что я могу выбрать свою основу иногда я могу заменить какие-то материалы я вышиваю кожу петитом я исправляю не какие-то нюансы если мне что-то не нравится в руках лицо в общем делаю свои маленькие маленькие корректировка корректировки и вообще у вас есть шанс как-то воплотить себя если допустим в том же dimensions или других наборах российских производителей в это не сможете сделать или это будет как-то так не очень приемлемо то в миробилиях если вы увидите отшивы одной и той же русалки вы очень редко найдете похожие дизайны вышитые на одном и том же льне в основном их на чем только не вышивают даже вот дадите в google и посмотрите вот эту вот русалку синей бороды принцессу мирабеллу там такие красивые все основы и техники разные кто-то вышивает крестом кто-то вышивает крестиком через одно сложение кто-то петитом как я в общем очень очень интересно наблюдать как у разных вышивальщиц получается одна и та же работа я вам гарантирую что лица у всех практически разные мне немножко не нравился носик изначально в этой русалки что же мне там совпадает вот немножко он такой остренький курносенький но тем не менее это добавляет ей свою прелесть мне она нравится сейчас я не собираюсь ничего там исправлять единственное что тут наверное придется что-то с ручкой делать вот такая вот варежка видите я посмотрю что этом скис могу сделать возможно и ничего не буду делать она мне очень нравится особенно то что на волосах у нее тут такое такая россыпь бисера посмотрите а волосы сами какие красивые еще мне нравится дизайн мирабелла что они все асимметричны а симметрия это движение а движение это жизнь то есть это и классика и модерн и мужчин я не знаю как описать эту любовь свою вот но для меня это очень важно чтобы в картине была жизнь когда я вышивала классические работы тоже золотое руно я очень очень люблю картины по вышитой картины по сюжетам известных художников там конечно да там геометричность там все строго и редко редко вы найдете какую-то вот искру ну это немножко скучно для меня стало я при том при всем что обожаю классику как картинах в жизни в одежде и так далее иногда хочется какого-то отличия иногда хочется свободы какой-то и вот мне дизайн мирабеллия позволяют это сделать и это не сравнить ни с чем также материалы которые используются кренник бисер нитки ручного окрашивания это удовольствие это удовольствие которое нужно испытывать именно вышивая этими материалами конечно же это все дорого но любое удовольствие это дорого я лучше не куплю себе тысяча других каких-то дизайна покуплю один и буду вышивать если если у вас не получается выбрать какой-то дизайн который вы хотите и меня очень много спрашивают какой дизайн все-таки выбрать для первой мирабеллии возьмите небольшой возьмите дизайн который не превышает 250 клеточек по одной из сторон вы тем не менее попробуйте и не устанете потому что есть дизайн мирабеллия очень огромные очень огромные русалочки в принципе вот сколько я уже вышивала довольно таки легкие за исключением русалки нора корбит я бы вам не рекомендовал ее вышивать которую я вышила это была русалка лагуна там очень частая смена нити несмотря на то что дизайн очень маленький он такой же наверное как дим петит голд где на маленьком квадратике очень много разных техник разных нитей и так далее вот следующее следующее я вам хочу показать материалы которые используются в этом дизайне к сожалению я не могу вспомнить что это за ткань пересмотрела все свои видео потратила на это огромное количество времени и ребят я не знаю вы меня простите но не могу найти название я также посмотрела на сайте picture the splash но я так вскользь посмотрела не нашла я название этой ткани нашла лагун но опять таки лагун это вот это вот ткань которую я вышивала русалка атлантиды вот как вы видите они отличаются тут более такие разводы или за счет того что тут рюлекс металлическая такая нитка присутствует в общем не знаю или то что они окрашивали все это в общем я запуталась уже ну давайте пойдемся по материалам это креник 3 оттенков креника 3 цвета креника так не обращайте на мой бардак это творческий беспорядок а есть креник номер восемь нет но это номер четыре вот номер восемь он довольно таки плотный но он создает эффект выпуклости он делает чешую русалки более реалистичную до восьмерочка я вам потом покажу в дизайне где он использовался вот такой вот зеленый креник так номер я вам не сказала это 015 четверка восьмерка шестьсот восемьдесят четыре и еще один креник 014 в принципе креником я люблю вышивать я вам потом сделаю видео нюансы которые присутствуют при вышивке креником а также палитра dmc на палитру dmc вы все знаете так убираем это в сторону сейчас я вам покажу бисер а также кэрон у меня очень много похожих не похожих таких же оттенков кэрон который я использую других русалках и других дизайнах поэтому вот эти вот два я еще даже ну они у меня есть на бобинках накрученные потому что они использовались других дизайнах первое это 204 номер умбрия вот такая вот нитка настолько интересная и если вы посмотрите опять же таки отшивы других рукодельниц да кто-то вышивает больше зеленым обрезают полностью вот эту вот нитку оттенок тут какой тем такой вот сливовый красный нет не красный бордо вот этот вот оттенок берут обрезают даже тут на превью его не использовали поэтому тело русалки вы видите зеленая но так как у меня ткань такая что я боялась будто как-то сливаться если будет совсем зеленым то для меня очень выгодно вот этим вот темным таким вот бордо цвет вышивать было плюс конечно же будет еще бисер совсем по-другому работа заиграет лучше было видно если вы посмотрите тут то и этого цвета вы не найдете можно обрезать можно опять-таки вот полет для творчества можете полностью вышивать только вот этими красными оттенками да или зелеными ну это уже зависит от вас следующий кэрон 207 бермуда риф этот самый любимый кэрон из всех оттенков и все палитры это самый любимый во первых действительно вот бермуда риф до бермудский треугольник свет карибского моря океана нет моря я вам передать не могу насколько я люблю этот кэрон именно этот бермуда риф следующий оттенок это оазис 229 стандартный такой голубенький но у него очень такие переходы интересные идут они зелено-синие переходят в синие оттенки голубого в общем очень очень красивый цвет тоже интересно им вышивать и последний цвет так бермуда риф что там еще было у меня 226 так 226 я знаю что у бобинки я не помню его название но это вот такой вот тоже светло-зеленый он используется довольно таки в большом количестве как и предыдущие все то есть замену будет очень трудно сделать но опять таки у нас есть девочки которые делают замены для всего поэтому ваш полет фантазии все которые у меня используются в работе я в основном перематываю на бобинки мне так легче я отрезала кусочек вот смотрите вот такое вода тут 6 не 12 сложений потому что это шоу кэрон 12 сложений и я когда заканчиваю полностью вышивать пасму я беру отрезаю следующий кусок и у меня нитка не путается не находится в беспорядке все организовано аккуратно и все красиво следующее бисер бисера то довольно таки много и много магнифики сейчас я буду показывать по минуту никакой магнифики 2 ну ладно так 101 104 вы такой вот от стенок магнифики синий такой бензиновый следующий 10023 более зеленый оттенок 10045 его две коробочки идет тоже магнифика магнифика это бисер который высшего качества мелхилл они идут более один в один 10091 этот бисер вообще обожаю он такой вот золото что на следующее 13062 две упаковки я тут пересыпала чтобы у меня меньше коробок было в такие вот и кристаллики трежерсы светло-розовые а вот такие вот следующие кристаллики 13063 они более темные более насыщенные они все будут на хвостике у русалки вообще русалка мне почему-то всегда напоминает селедку я настолько я очень люблю селедку мне все время кажется что я вышиваю селедку вот следующая магнифика 10106 увидел практически весь бисер магнифика поэтому поэтому такая цена 10032 опять таки магнифика по-моему тут даже простого бисера нет одна магнифика и 10081 зеленый оттенок магнифика так по бисеру все я вам рассказала показала вам кэрон и давайте теперь перейдем к оттенкам кожи то есть я предварительно обращаю внимание на оттенки русалки именно кожи в основном все вышивается 818 номером это такой розовый оттенок ниток dmc вот он видите но мне почему-то показалось вот эти вот стороны части более темные я вам сейчас покажу цвета ниток dmc которые участвуют в коже мне показалось темноватые опять-таки так как я вышиваю аппетитом и ткань более темная чтобы избежать просветов я вышиваю в два сложения в два сложения если нет блендов можно вышивать в одно сложение но опять-таки если ткань не темная можно вышивать в одно сложение таким образом у вас будет кожа более аккуратная но но когда вы вышиваете шелком и в два сложения получается намного аккуратнее намного эффект кожи более гладкий нежели при вышивке dmc и так я вам сейчас покажу все четыре оттенка которые участвуют в коже не нужен белый лист чтобы вам это показать чтобы более чтобы вы имели более четкое представление выключу я надеюсь вам сейчас будет видно насколько вот темные оттенки я не знаю у нас полдень и очень трудно придать оттенки но я думаю что вы увидите да вот идет самый темный вернее самый светлый темнее и самый темный мне кажется что будут опять-таки темные переходы во-первых во-вторых я же вышиваю аппетитом а при аппетите это будет еще темнее чем при вышивке крестом поэтому я взяла шелк у меня есть специальная палитра палитра из шелка у меня конечно же начал заканчиваться я купила отдельно бобинки с шелком но для меня это как это линейка как таблица цветов от самого темного к светлому поэтому вот эти вот оттенки которые отсутствуют на планшетке это rainbow gallery шелк вторая планшетка блаж блаж пор поселение что-то такое в общем с си два и вот оттенки которые идут после темного к светлому это 895 вот он идет 895 потом 1149 вот 1149 и 1148 и далее два цвета которые самые светлые они очень редко используются потому что будет кожа очень бледная таким образом я выкладываю свои цвета я надеюсь сейчас понятно объясняю от темного к светлому тут 4 цвета мне в принципе нравится вот этот переход он более плавный он дан в оригинале этой планшеткой от rainbow gallery и вот мои темные цвета сейчас секунду чтобы вы могли понять о чем я говорю то есть как вы видите тут более гармоничная такая замена ну конечно же я не против и норной палитры потому что тут тоже все продумано она дизайнер очень опытная но она дает дизайн на крестики они мне потом получается очень темные очень нутрированные и у меня уже не разу был опыт того что я распарывала в общем вот от темного к светлому я заменила вот таким вот образом надеюсь вам понятно будет девчонки ну я бы вам порекомендовала конечно вначале купить такую вот планшетку а потом дешевле будет покупать экономнее вам будет покупать отдельно уже бобинки потому что вы будете знать какими цветами вы пользуетесь допустим я вот 1147 894 очень редко пользуюсь практически вот ну редко уж очень бледная очень белая получается кожа реалистичность нужно соблюдать иногда я чтобы понизить убрать темноту вот самую такую да я могу отказаться от вот этого номера от этого темного то есть как бы его убрать да и пойти по светлым цветам то есть я этот убираю этот цвет будет вот этим вот этот этим 880 нет вот этот вот будет этим и потом перехожу уже на вот этот цвет вот заменяю ну это такие нюансы все вы потом с опытом поймете хотя бы вышейте просто миробилию одну а потом будете уже заморачиваться этим шелком ну надеюсь что вам хоть как-то стало ясно и понятно я вскоре видео покажу как я вышиваю что и как надеюсь у меня будет для этого время и возможность я очень на это надеюсь также покажу вам иголочки которыми я люблю вышивать кожу это вот ну самое любимое 28 номер петит гобеленовые иглы вот они такие короткие по сравнению с обычными иглами видите бахин кстати бахин очень хорошие иголки бахин и джон джеймс наверное я больше люблю все таки джон джеймс да я более являюсь фанатом джон джеймс там ушко более широкое чем у бахин но бахин тоже хорошие иголочки креник креник я вышиваю 25 номером у меня остались пони я в принципе довольна как как вышивать как они в работе себя ведут пони эти же да вот надеюсь на сегодня все я не люблю уделять одному дизайну столько много времени но нужно нужно мне вам рассказывать потому что очень много вопросов это было такое вступительное видео совсем забыла про ниточки нейлоновые я вышиваю ими я привыкла вышивать ими вот этими вот ниточками вот это компания YLI 100% нейлон 1500 ярда вот вышиваю практически со своей первой меры били я к ним привыкла многим неудобно а мне все удобно мне очень нравится в последующем я вам покажу как я закрепляю нитку вот эту вот конкретно как я вышиваю вот в следующих видео я вам все покажу там ничего нет такого военного и необычного все ребят на сегодня я буду завершать свое видео ставьте лайки кому это видео оказалось полезным и кому оно понравилось подписывайтесь на мой канал на мой инстаграм также ссылочки внизу все оставлю всем пока 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 не